Приветствую вас, Ольга. Вы знаете, я прекрасно понимаю ваши чувства, связанные с тем, что человек оказался не совсем тем, кем вы его себе представляли. И я прекрасно осознаю тот факт, что вы действительно пребываете в неком таком состоянии шока и не воспринимаете то, что произошло, что происходит, как норму, потому что для вас это действительно не норма. Можно ли воспринимать его поведение как знак высшего доверия? Ну, вот мне ко мне показалось, что вы здесь саркафтируете или иронизируете немножко. Если честно, я не знаю. Потому что многие люди вкладывают в это свой смысл. Если бы пообщаться с вашим мужем, то, возможно, ответ бы стал очевиден. Если вы понаблюдаете за ним, посмотрите, как он общается с людьми, ну, мало знакомыми людьми, незнакомыми людьми, вот, то в таком случае, ну да, вы бы ответили себе на вопрос. Если он со всеми людьми ведёт себя так, то да, это просто норма. Если он ведёт себя только с близкими людьми, значит для него это признак доверия. У меня есть пример как и тех, так и других людей. Тут надо наблюдать. Что касается проявления неуважения, нет. Проявление неуважения вы можете ощутить только лишь сами. Если сомневаетесь в себе, если не уверены в себе, если вам, ну, как бы, если вас это задевает, вот в таком случае, да, это неуважение, но это неуважение не из-за того, что он делает что-то не так, а это неуважение из-за того, что вы так чувствуете, вы так ощущаете, вы так, ну, вы так это воспринимаете. И, соответственно, я думаю, что в таком случае уже нужно работать с вами. Нужно и можно работать с вами для того, чтобы определиться с этим аспектом, да, с этим моментом. Вот. И, возможно, подкорректировать немножечко ваше восприятие себя, подкорректировать немножечко ваше представление о себе, о мужчинах и так далее. Понимаете, именно в тексте у вас какой идет, какой основной конфликт? Что он говорит, что он всегда был таким, но в период брака он себя завершил. То есть, вы считаете, что он в период брака себя завершил, значит, он таким был не всегда. Вот это вот ключевой ваш конфликт. Вы забываете про конфликтно-блокерный период, про влюблённость, и вы забываете про самый избитый, креативный взаимоотношения людей, это то, что человек в начале отношений хочет казаться лучше. К сожалению, ваш мужчина стал исключением. Вот и вся исток. Поэтому никакого конфликта нет. Если вы готовы ему же принять, ну что ж, если его достоинства, по вашему мнению, перевешивают его недостатки, то, или его достоинства настолько значимы для вас, что вы готовы смириться с его недостатками, то это ваш выбор. Если не готовы, это то же самое ваш выбор. Точно такой же ваш выбор. Но я бы обратил ваше внимание на то, что вы женились вот в 38 лет, по сути. То есть мне кажется, что у этого тоже есть причина. Есть причина, почему только в 38 лет вы вышли замуж. Я не говорю, что вам нужно было выходить замуж раньше, обязательно нет. Но, как правило, здесь есть определённые проблемы в личности. И вот вы выбрали мужчину, который, значит, необразованный. Почему вы выбрали необразованного мужчину? Ну, то есть, в случае вам интересен был необразованный мужчина. Вот. Точно, ну, не разбираться. Я не буду сейчас строить догадок, я не буду сейчас восказать предположение, но не разбираться. Вот. Ещё раз. Не тот, что лежит на поверхности, а тот, что лежит вот поглубже, поглубже немножко. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. adaptен. А? Продолжение следует.